Это колонка редактора, телеканал Репортер. Я по-прежнему Виталий Хемий. Сегодня говорим нет, не об электросамокатах. Каждый день на телеканале Репортер мы постоянно об этом говорили. Давайте сегодня не о них, говорим о рынке земли, тем более президент Украины Владимир Зеленский в начале последней недели мая, полноценной недели мая, вновь нам об этом напомнил. Помните, какие были дискуссии вокруг этой темы? Сразу страна поделилась на два глобальных лагеря. Одни выступали за продажу земли, другие резко против. Затем вводились какие-то промежуточные позиции. Кто-то говорил, что ни в коем случае иностранцев нельзя допускать, нужно только, чтобы свои. И какая-то дискриминация была. Чуть что сразу мы говорим, за границей помоги, но как на земельный рынок выйти, то иностранцы обождите, пожалуйста, не нужно участвовать в наших аукционах. На самом деле, конечно же, вопрос дискуссионный. Вопрос, конечно же, нужно обсуждать, разъяснять. Я не сторонник того, чтобы его политизировать разговорами о референдуме. Знаете, у нас как острая тема какая-то. Помните, да, когда лет 10 назад, 12-15, язык, НАТО, ЕС, референдум. Теперь земля. Запомните, такой вот лайфхак. Если политики, руководство страны заговорило о референдуме, значит референдума не будет. Так было всегда и, скорее всего, так будет на этот раз. Давайте все-таки обратим внимание на несколько аспектов, почему открытие рынка земли – это не такое уж как бы и зло. Наши некоторые политики, оппозиционные политики, да и в провластных кругах, есть мнение, что продажа земли, в общем-то, сделает народ Украины нищим. Ну, в общем-то, помножат практически все на ноль, всем будут владеть какие-то корпорации, иностранцы, не иностранцы, не имеет значения. У нас с вами ничего не будет. У нас даже никто ничего не будет спрашивать, просто возьмут и заберут. Вы знаете, а кто-то спрашивал у людей, у которых есть земля, один, полтора, два гектара, по закону полагается людям, земля, у которых есть, людей, у которых есть участки за городом, в селах, но они им просто не нужны. Ну, эти участки, эти люди, которые, в общем-то, далеки от земледелия, от фермерской деятельности, и не могут продать, потому что нет соответствующей нормативно-правовой базы. И вот, до базы появляются эти люди двумя руками и ногами за. Наконец-то есть возможность продать этот болтающийся, ненужный кусок земли, который никакой прибыли не приносит, потому что человек, в общем-то, не собирается его по нормальной цене не сдавать в аренду, потому что нет такой возможности не вести какую-либо сельскохозяйственную деятельность. Вот сейчас появляется такая возможность, почему бы этой возможностью не воспользоваться и раз навсегда забыть об этих двух-трех гектарах. Еще один важный аспект, безусловно, это жизнь наших сел, районных центров, мелких, крупных, не имеет значения. Вообще-то, жизнь крутится, да нет, не секрет, уже на протяжении многих десятилетий вокруг успешных сельхозпредприятий. Раньше это были колхозы, затем фермерские хозяйства, есть успешный фермер, у него есть земля. Как эта земля появилась? Потому что он взял эту землю в аренду и раз в год платит поевую долю. Несколько лет назад тогдашнее руководство Одесской области своевременно обратило внимание на то, что некоторые фермеры, а таких было процентов 85-90, платят поевую долю в два-три раза меньше, чем того требует закон. То есть люди, обычные селяне, обычные христиане, мы их так называем, хотя это уже давно не так, получают раз в год два-три мешка зерна для того, чтобы прокормить гусей, свиней и прочую скотину. Получают мешок муки, 10 литров подсолнечного масла, 2-3 тысячи гривен на руки и все. Вот их ежегодная прибыль земли. И фермер рассчитался, уехал отдыхать, в том числе и по заграницам. Чем вам? Не иностранные, а незаграничные пользователи с земельными нашими богатствами. И считает, что свою работу выполнил наши люди, которые говорят о том, что село погибает, не развивается, нет рабочих мест, копеечные зарплаты, нет нормальных дорог, нет освещения, проблемы со школами. Почему так происходит? Есть такие люди, я, к сожалению, таких людей знаю, которые не очень порядочно относятся к той земле и к тем людям, которые эту землю им, по сути, подарили. Так вот, закон об открытии рынка земли – это не заполнение инопланетянами, иностранцами, корпорациями, которые у нас эту землю заберут по дешевке. Это стимул. Прежде всего, давайте рассматривать как стимул для тех фермеров, аграриев, наших отечественных компаний, которые, в общем-то, людей, с которыми они живут в одних селах, работают в одних селах, не считают за соотечественников, а считают как за дешевую рабочую силу, от которой можно откупиться двумя мешками зерна, мешком муки и двумя-тремя тысячами гривен. Для этих людей это копейки. И если появится здоровая конкуренция, давайте все-таки не будем жалеть некоторых наших не совсем порядочных фермеров. Опять-таки, я не говорю про всех. Я знаю, что и в Одесской области есть порядочные сельхозпроизводители, есть витрины из села, где отличное взаимодействие местной власти, фермеров. И в селах все есть, и достойные зарплаты, и люди нормально живут, и получают нормальную паевую долю. Но в большинстве ведь это не так. Людям платят 3-4% вместо 9-10% и потом пугают. Вот придет иностранец, он у вас все отберет. Неужели вы считаете, что те условия, которые вы даете своим односельчанам, они действительно какие-то золотые, за них нужно держаться? Я вспоминаю один случай, где-то лет 12 назад я снимал одно от хозяйств, которое занималось выращиванием клубники. Кстати, на севере Одесской области. Любопытно, что в аренду взяли землю иностранные граждане. Взяли, не знаю, честным или нечестным путем, речь не об этом. Взяли у наших фермеров, украинцев, Одесской области. Так вот, иностранцы платили людям, которые выполняли полевые работы в 30-градусную жару, в 3 раза больше. Подумайте о том, почему о рынке земли, о исключительно негативной стороне нам говорят только на политических ток-шоу. Почему об этом меньше говорят, скажем, на сходах объединенных территориальных громад, на сходах сел руководители фермерских предприятий должны честно, глядя в глаза своим избирателям, своим землякам, рассказывать, что их ждет в будущем, которое уже наступает. Это была колонка редактора. Я Виталий Хемий. Смотрите Репортер.